Город Хамадан, в древности называвшийся Экбатаны, находится в 330 километрах юго-западней Тагераны. Он раскинулся у подножия горы Альвант на высоте 1850 метров. Считается, что город был основан в третьем тысячелетии до нашей эры. Через город проходил Великий Шелковый Путь. Первым делом мы посетили барельефы Ганчинаме, расположенные на склоне горы Альвант. Они представляют собой две выбитые в скале панели с тремя столбцами высеченных в камне надписи высотой около двух метров. Надписи относятся к эпохе царей Дария I и Ксеркса I, 6-5 векам до нашей эры. Они выполнены на трех языках – древнеперсидском, вавилонском и эламском. Рядом с древними надписями можно увидеть живописный водопад высотой 12 метров. Поток воды составляет 200 литров в секунду. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Смотрев достопримечательности, мы пообедали в одном из многочисленных кафе, расположенных там. И стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе, который во вражде с ними, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца Адара. И пусть указ этот будет объявлен в каждой области и для всех народов, и пусть иудеи готовятся к этому дню. При царе Артаксерк Серлангемане Иудей Мардахей и его племянница Эсфирь устроили резню 75 тысяч персов. Могилы этих библейских персонажей расположены в центре Хамадана. Ныне там синагога, и никто из иранцев не разрушает это место. Гуляя по улицам Хамадана, мы попали под самый настоящий град. На следующий день мы поехали в местность, называемую Алисадор, чтобы посмотреть самые длинные в мире водные пещеры. Они расположены в 75 километрах к северо-востоку от Хамадана, в недрах гор, называемых Субаши. Пещеры были открыты в 1962 году группой хамаданских археологов. Их возраст около 150-170 миллионов лет. По последним данным, длина пещер составляет 11 километров 200 метров. Большая часть пещер затоплена водой, глубиной от полутора до 14 метров, поэтому приходится передвигаться на лодках. Главная галерея пещеры имеет размеры 100 на 50 метров и в высоту достигает 40 метров. Ширина каналов от 2 до 15 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 метров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вернувшись в Хамадан, мы осмотрели другие достопримечательности города. В течение нескольких лет в Хамадане жил и трудился великий персидский ученый Авиацена. Он умер в 1307 году. Над его могилой в 1952 году были выстроены мавзолеи, библиотека, где содержится около 8 тысяч книг и небольшой музей, знакомящий посетителей с работами ученого. Есть лавка, где продают лекарства по рецепту Авиацены. В этом уютном ресторанчике на пути от площади Буали Сина до площади Имама Хамейни мы отведали несколько блюд персидской национальной кухни и насладились радушным приемом. Немного севернее центра города привлекают внимание золоченый купол и минареты Имамзаде Абдулы. Недалеко к востоку расположен холм Хекматана, на котором активно ведутся раскопки древнего города Экбатаны. Так выглядят салоны междугородних автобусов в Иране. Очень просторно и уютно. При этом каждому еще дают пакет с едой и упаковку сока. Все это входит в стоимость очень дешевого билета. Из Хамадана мы вернулись в Тагеран. Скажу честно, Иран поразил своей красотой, чистотой, ухоженностью, огромным количеством достопримечательностей и заботливым отношением к ним, радушием, честностью, гостеприимством у людей. Мы не увидели там каких-либо нарушений свобод, приниженного состояния женщин, религиозного фанатизма и иных страшилок, которыми любят пугать европейцев в живые средства массовой информации. Несмотря на то, что мы соблюдали порядки, обычаи и устои иранского общества, мы чувствовали себя там намного свободнее и комфортнее, нежели в своей родной стране России, которую мы горячо и всем сердцем любим, несмотря ни на какие невзгоды. Моя жена все время носила одежду иранского образца, и это не доставило ей неудобства. Сама даже удивилась от этого. Любой, посмотревший этот фильм, может убедиться в том, что Иран совершенно свободное демократическое государство, в котором живут совершенно свободные и нормальные люди. Что женщины там не находятся в каком-либо угнетенном положении, а скорее даже наоборот. В Иране огромное количество молодежи, которая не прожигает время пьяном или наркотическом угаре, а занимается спортом, активно посещает старинные достопримечательности и музеи, которых в Иране великое множество. Почти в каждом иранском парке установлены спортивные тренажеры, на которых бесплатно может заниматься любой желающий. Во всех городах и сирениях, и даже на окраинах, и в глубокой глуши, абсолютная чистота и ухоженность. Кругом клумбы с самыми разными цветами и симпатичные фонтаны. Если понадобится какая-либо помощь, то ни один иранец не откажет вам в этом. Поможет, все покажет, и если надо, даже отведет за руку в нужное место. И все это совершенно бескорыстно. Мы встретили в Иране даже таксистов, торговцев фруктами и овощами, которые не брали с нас денег, объясняя это тем, что мы путешественники, что мы находимся вдалеке от дома, и каждый человек должен помогать таким людям. Общаясь с иранцами, мы увидели их благословенное уважение к иранским органам власти, к духовным лидерам страны. А как может быть иначе, если иранские власти реально служат своему народу, а не кучке международных проходимцев, как, к сожалению, у нас в России? Видимо, из-за этого Иран и подвергается самой изощренной травле со стороны США, Израиля и их сообщников по клубу современных варваров. Частички наших сердец навсегда остались в этой удивительно замечательной стране. И при первой возможности мы обязательно вернемся туда, чтобы совершить путешествие под руками регионов Ирана, которые не видели в этот раз. Главное, чтобы не было войны. Из Ирана мы полетели в Дубай, в Объединенные Арабские Эмираты. Продолжение следует...